Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1125. События дня. Псалом 34.9. А моя душа будет радоваться Господи, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут Господи, и кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправильные, чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. За 14 января 2019 года. Наше объявление. Посчитайте. Кто может, может помочь. Четверо ребятишек после смерти матери осталось. Роман пишет. Игнатий Тихонович, прошу Ваших молитв обо мне, чтобы у меня не было пожара и воров. Я думаю, а мы молимся, Господи, избави нас от пожара, воров и нечистой силы. Вот он просит от пожара и воров, а про нечистую силу не поминает. И понятно, что самое главное не пожар, воров. Значит, или он победил их, или живет дружно с ними. Ну, что-то такое непонятно. Тем более слова от пожара, воров. Это только наши молитвы он слышал. Или забыл. Или сам одолею их. Но мы все равно молимся. Наталья. Да, действительно, так я предполагал. И именно о том речь будет идти в этом рассказе. Абсолютно точно и подробно написано хорошо. Иностранцы, они всегда будут выделяться, особенно русские. Мир всем. Я пока дома мучаюсь, никак малышка не хочет с мамой расставаться. Помолитесь, чтобы мне благополучно разрешиться от бремени. Спросят занятия скинуть. Сергей Игнатов. Боже, спаси, сохрани от всякого зла каждого участника нашего православного сообщества. А сестре Наталье родить младенца. И наставить всех своих детей на путь Господа Иисуса Христа. Аминь. Роман. Наставить на путь благовестия всем везде и всегда. Горе мне, если не благовествую. Сергей Пупков. Пособие для бесед, соверия с людьми различных убеждений. Название нас. Виталий. Интимность встречи, таинство души. Имея навык закрепиться в опыт. Пропустить свидание нас искренне страшить. Быть за упущенное сердце с болью копит. Быть за упущенное сердце с болью копит. Тут нет отпечатки. Не совсем понимаю выражение. Я отвечаю. Вот это стихотворение, из которого ты взял один куплет. Боюсь проспать и завожу будильник. А при усталости чрезмерной даже не один. Без двадцати на пять и трель да будет слышной. Дабы глухих поднял меня и разбудил. Интимно встречи, таинство души. Имея навык закрепиться в опыт. Пропустить свидание нас искренне страшит. Быть за упущенное сердце с болью копит. Молитая утренней переполняет сердце. По обновленным нервам искрометность мыслей. Смирение ластится и поражает дерзость. И соком виноградным наполняет кисти. Епископов, священства, правителей, друзей, Врагов придерзких, разноверили в народах. В ходатайственный список. Зло Господи развей. Плененных по сети и тех, кто в рабство продан. Это все в духовном, псущем плане. Уразуметь приходится ялще воздыхать. О путешествующих и болящих склянках В сосуд потребный, обратила Хань. Лещу с молитвой до седих окраин, Опавших и заблудших истощаю стрелы. Мой меч духовный постоянно драю. Мозги и кровь молитва разогрела. Рассветный с первым проблеском несмелые лучи. Пейзаж привычный благословляю стоя. Язык на благовестие, да в суе не молчим. Ум загружаю памятью, борюсь за стоем. Это только-только самое начало. А дальше чтение из Библии настольной. Поклоны зацепили, судно закачало. С болящими болею их неизбывной болью. С утра звонки, благодарение, шквал. Новословие, ступеньку Серафимов. Слава, Аллилуйя, Свят Саваоф воззвал. Я писал многосерийность лучшего из фильмов. 31 августа 2009 года. Я поясняю. Я не поэт. Не раз о том и говорю. Это даже и не стихи, а проповеди в стихах. О чем это проповедь? О молитве постоянно и о многих, почти о всех. О встрече интимной с Господом Богом. Интимная встреча, таинство души. Имея навык закрепиться в опыт. Пропустить свидание нас искренно страшит. Быть заупущенное. Сердце с болью копит. Пропустить свидание нас искренно страшит. И устрашение представляется реальной и даже на операционном столе. Кардиологи о том трубят. Большинство болезней, особенно сердечных, о том учат медики. Все от перегрузок на наших переживаниях. И часто от пустяковых передряг и в домашнем уюте. В сердце накапливаются многослойные, постоянно эти перегрузки. И лопаются в голове сосуды. Инсульты. И сердце не успевает прокачивать кровь. Сгущается в тромбы и с криками миокардов и микроинфарктов. Трубы смерти звучат все громче. И разрядка возможна только единственная на интимной, то есть очень личной встрече с хозяином, в обстановке и тела и души, с Богом, Творцом, изреждителем, охранителем нашим. И безгновенные разрядки прощения всех и вся. Копится, наслаивается обида на обиду и рвутся перегрузками нашей связи с жизнью. Пропустить свидание нас искренне страшит. То есть пропустить время молитвы и не попасть на прием к врачу истинному. Виталий. Благодарю, Игнат Тихонович. И цитаты к этому стихотворению дайте. Я говорю, сверху стихотворение. Напишите 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 1 стих. Ну, я уже говорил об этом, это как повтор идет, но не помешает. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Яков, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Ну, а внизу стихотворение, там тоже, как эпиграф, тоже можно поставить. Поэтому и считать все будет легче. Эфессианам 6, 18. Всякая молитва и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь со всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. И снизу стихо поставить. 1 Фессианкисам 5, 17. Непрестанно молитесь. Евреям 13, 17. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Виталий. И для этого стиха цитаты. Да, Виталий, спаси Христос. Анна Муравьева. Игнатий Тихонович, приезд граждан США, 16 человек, неизбежно привлечет внимание средств массовой информации в масштабах страны. Нужно ли вам это при неопределенном положении в церкви? Смотрю вашу и общую христианскую жизнь. Спаси Христос. Вот я считаю это дело, у меня сразу уже два раза вот этого советчика пришлось заблокировать. Он на этом не останавливается. И мне кажется, это один и тот же вылазит. Стиль, все похожее. Уже было. Сначала под видом мужчины было, а теперь иду Наталья Чернова. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сегодня просмотрел ролик «Второе погружение в чат рулетку» с Сергеем Козловым. Удивилась, что вообще есть такая помойка для молодежи. И она делала наушники и занималась чем-то по дому. И среди какафонии неверующих людей, как приятная музыка, лилась речь Сергея. Надо иметь выдержку, чтобы спокойно во всем этом разобраться совсем. Жаль, что так мало людей. Откликалось на его добрую речь. Мусульмане, конечно, впереди русских здесь были. Откликались сразу. Ну и парней, что служат и учатся, еще и СД не запечатал. Слава Богу нашему, что Сергей сделал такие погружения, в кавычках. Может, что-то сердце откликнется. Слава Христу! Выставила ролик в Одноклассниках. Хочу посмотреть, сколько будет просмотров. Вот интересно. Это Татьяна, она была у нас в лагере с сыном Илюши. Слава сегодня пишет один, Семенов. Игнатий Тихонович, мир вам! Я всегда считал себя ревностным христианином, но сейчас понял, что на миллиметр им не являюсь. Вы в своих книгах и проповедях говорите чистую правду. Я это сердцем ощущаю. Благодарю Бога за то, что Он через вас вразумляет нас. Я собрал всех знакомых, верующих, мать, отца, друзей и показываю им ваши ролики и то, что вы говорите. Все до одного приняли сразу вас. Всего полторы недели мы с вами знакомы. И как живо наши сердца откликаются. Я попросил их всех готовить вопросы к вам, чтобы мне потом выйти на связь с вами в скайп и получить ответы. Разрешаете ли вы это сделать? Позвонить вам и задать вопросы от всех моих родных, друзей? Слава Христу Богу нашему! Меня зовут Вячеслав, 28 лет, женат, город Казань. А вас узнал от протеерея Владимира Головина, который хорошо о вас отзывался в своих роликах. Слава! Я писал несколько статей в защиту отца Владимира Головина. Для меня было большим ударом и открытием то, как епископы и смещенники способны клеветать и уничтожать человека. Полгода я мучился. Каждый день. Не мог в это поверить. Ну, вот мои статьи. Три статьи. Я говорю, вы можете пригласить всех желающих на наш с вами разговор, чтобы и они могли задать свои вопросы. Сначала напишите внизу в скайпе, смогу ли принять. Так как приходится часто отключаться на работу. Принять могу от 4 до 4 в Москве. До 16. У нас все записывается и выставляется в интернет. Поэтому никаких тайн и личного ничего. У вас у меня обязательно должен быть глазок, веб-камера. Если кому наши такие условия не подходят, они таятся и боятся, то просим таких. Нас не беспокоить. Не принимаем. Только напишите сразу, кто вы, имя, фамилия, место, из чего хотели бы. Ну, и скайп такой вставляете, Игнатий 10. Прошу не счастье, чем один раз в день, заходить на страницу скайпа, вбрасывать материалы. Раздаются звуки в виде кваканье, отвлекают от работы. Ну, и дальше по-английски как-то выглядит. Тоже послал. В наш сайт, этот видеоканал, тут все данные. Что на нем есть у нас? Стив пишет. Сначала я написал. Жить нужно интересно и в бедности. Никому не завидовать, никогда не роптать. И видеть нуждающихся в нашей помощи. И спешить на помощь беднейшим. Стив сегодня ночью написал. Добрый день. Вечер, Игнатий. Я получил ваше письмо с 75 фотографиями. Спасибо за это. Мне нужно кое-что прояснить. Я не могу отправить своих детей старших этой зимой. Я говорил о следующей зиме. Извините за путаницу. У меня не так много времени, чтобы писать. Потому что я должен идти учить своих детей в школе. Я снял пару видеороликов с твоей семьи и постараюсь отправить их вам. Спасибо за ваши молитвы. Прислал. И ничего нету. Пустышки там. Наталья, отец Игнатий, мир вашему дому. Благодарю за молитвы. Дети выздоровели. Горло прошло. И насморк сейчас лучше намного. Я еще не родила. Все никак не хочет. Уже перенашиваю. То начинается, то прекращается. Не хочет выходить на этот свет. Спаси, Христос. Низкий поклон до земли. И Надежде Васильевне здоровье ей передайте. Вот она. Слышишь? Нет, от Натальи. Это у меня слушатели тут. Вот. Идать Иханович. Прослушала занятия воскресные, которые были за 12 января. И тут у меня давно вопрос возник. А вот если моя мама не приняла Христа как своего Спасителя личного, и я с ней много беседовал, и Евангелие есть у нее, а она меня совсем не слышит и не понимает, в храм ходит, исповедуется. А вот когда отойдет другой мир-то ее, получается, и отпевать не надо. И стоит мне ехать к ней на похороны или оставить, чтобы братья и отец и сестра такие же мертвые совсем, не верующие, хоронили ее. Я ей о рождении Христа объясняю. Я в обрезании Господнем. А она делает вид, что все знает и понимает. Я чувствую, что говорю со стеной. Она даже Евангелие не открывает. Если все так, я ей отвечаю, это мои слова, то уже ничего не сделать, а только молиться Богу о ней. Если далеко, ты в Германии, а она-то где? В Молдавии? То и не езди на похороны. Это ничего не даст, кроме расходов. Нас в семье пять братьев и пять сестер. Было, когда умер наш отец Тихон. Они жили в Киргизии. И ни одного сына не было рядом. А все пять сестер были рядом. Молимся за роженицу. Бог тебе в помощь, рожденная. То есть Наталья переводится рожденная. Ну вот это на сегодня. Сейчас я попрошу Володю помочь мне, которое писал Вячеслав Семенов. Вот об этом Владимире, отце Владимире Головине. Я сказал, чтобы он поехал к нему. Вместе вышли в эфир. Ну вот так пока. Ну еще тут на вскидку показать. Вот это вот. Вот Стив тут мне просылает. Вот откуда я взял. Вот она. Ладно. И дальше. Ну что дальше-то надо показать хотя бы. Как это выглядит-то мой мир. Мой мир, я люблю эту систему. Для того она хорошая. Игнатия Лапкин. Вот такая. А там есть еще Я с Голубем. Туда не надо. Это контрольную делают наши модераторы. Наш православный форум. Форум. 1600 тем. А вот это непосредственно наш видеоканал. Православный видеоканал. Вот два человека кто-то уже написали. Я должен боюсь открывать. Очень много матерками кроет. Очень много. Вот так. Ну и после этого еще показать наш православный библейский сайт. Богатейший, богатейший. 4124 ответа только на вопросы. Отошел. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...